Новогодние праздники совсем близко и мы сейчас все находимся в поисках подарков. Но, к сожалению, в этот период активизируются мошенники. И с каждым разом схема по обману все изощреннее. На что нужно обращать внимание, чтобы не потерять деньги. Поговорим с начальником отдела по раскрытию хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Управления уголовного розыска ОМВД России по Белгородской области Александром Алексеенко. Здравствуйте, Александр Викторович. Скажите, почему именно этот период, предновогоднее время, когда активизируются мошенники? Знаете, ближе к Новому году, как правило, к любому празднику мы зачастую теряем бдительность в связи с тем, что хотим угодить близким, подарить какие-то дорогостоящие, как правило, подарки. И поэтому ведемся на те уловки, которые мошенники для нас готовят. Они и пользуются нашей доверчивостью, вот таким вот настроением, эйфорией, ожиданием волшебства. Скажите, но есть какая-то статистика в этом году? Зарегистрированы ли такие случаи? Стало их больше или, может быть, наоборот, меньше? Значит, если говорить в целом о дистанционных преступлениях, то да, мы фиксируем значительный прирост преступлений. Практически на одну тысячу преступлений в текущем году стало больше. Ущерб от данного вида преступлений уже перевалил за один миллиард рублей. Это исключительно по Белгородской области. Но вместе с тем, что касается вот этих сезонных преступлений, так называемых купли-продажи, как мы у себя называем, сейчас мошенники активизировались по таким моментам, как продажа новогодних изделий. Это елки, это путевки в различные санатории, горнолыжные курорты и так далее. Для этого мошенники, как правило, готовят целые платформы с фишинговыми сайтами. Это сайты-дубликаты тех или иных гостиниц, ведомств и так далее. Это сайты бесплатных объявлений, коих у нас тоже очень много. Размещается огромное количество объявлений с заведомо заниженными ценами, с расчетом на то, что все бегут за выгодой. То есть мошенники начинают заранее готовиться к новогодним праздникам, получается? Да, буквально у нас по фактам продаж елок уже с ноября есть потерпевшие. По аналогичным фактам уже практически 5 фактов зарегистрированных есть. Расскажите, как наиболее популярные виды мошенничества электронного? Что сейчас используют? Традиционно у нас по статистике неизменно лидер – это звонки от псевдосотрудников банка. Данных способов у нас за текущий год уже свыше полутора тысяч. Совершаются они, как правило, полноценными колл-центры, специализированные, которые находятся за пределами Российской Федерации. Жертвами данного вида преступлений практически все категории населения у нас становятся, потому что, опять же, квалифицированные звонки. Один колл-центр совершает практически около тысячи звонков в день. Поэтому неизбежно они попадают практически на каждого гражданина. На втором месте как раз-таки эти факты по купле-продаже. И здесь мошенники идут в ногу со временем, используют современные платформы, то есть делают зеркало того или иного сайта, меняя в адресной строке букву, запятую, тире и так далее. То есть если не выглядываться, то вы просто этого не заметите. То есть перейдя по фишинговой ссылке, ввели реквизиты карты и, соответственно, потеряли денежные средства. И набирает сейчас популярность тоже у нас в настоящее время очень большое количество граждан пытаются заработать на так называемых биржах, брокерские организации и так далее. Все за максимальной выгодой стремятся, соответственно, попадают также на мошеннические платформы. Что здесь хотелось сказать, почему-то такая тенденция, что основным типом потерпевшим являются это госслужащие, это работники градообразующих предприятий и работники образовательной сферы, на удивление. Здесь, как правило, на что хотелось бы акцентировать внимание, у нас практически все брокерские организации, которые аккредитованы, имеют лицензию, они размещены на сайте Центробанка. Александр Викторович, ну вот вы уже сказали, что с помощью фейковых сайтов обманывают, и там нужно обращать внимание на адресную строку, чтобы не было каких-то лишних букв, символов и так далее. А если поступает звонок из колл-центра, или, допустим, приходит сообщение, вот здесь какие есть маячки, чтобы понять, что тебя хотят обмануть? Знаете, ну, как правило, у нас рассылка идет в различных мессенджерах, и зачастую идет в том числе от якобы правоохранительных органов. Для всех граждан хотел бы довести, что правоохранительные органы не пользуются в служебных целях какими-либо мессенджерами. То есть, во-первых, это будет звонок, как правило, с городского телефона. Здесь необходимо акцентировать внимание, что все знают практически код региона, то есть, ну, в случае Белгорода 4722 и так далее. Если звонки с 495, ну, априори, это другой регион, и, скорее всего, это мошенники по умолчанию, если представляются сотрудниками правоохранительных органов. По поводу смс-рассылки, ну, то же самое, я бы не обращал внимания, потому что различные магазины, да, разные акции скидывают, ну, и также мошенники в целях заманивания клиентуры скидывают те или иные акции, что вот есть распродажа, там, какой-нибудь бытовой техники, популярной в нынешнее время, по скидке 70%, там, конфискат различный и так далее. Ну, основной акцент, что мошенники заведомо выставляют цену гораздо ниже рынка. Это, да, это очень манит, когда видишь какую-то большую скидку, надо быть особенно внимательным. Ну, скажите, можем мы какой-то вот общий совет дать, как все-таки обезопасить себя, своих родных и близких? Да, ну, как бы универсального совета, наверное, не существует. Под каждый способ есть те или иные советы, но из общего это не общаться с неизвестных номеров, то есть, если есть звонки по умолчанию, если вы не ждете какого-то звонка с неизвестного региона и так далее, ну, просто не берите трубку, либо если понимаете, что какой-то сомнительный звонок, просто сбросите и все. Как правило, мошенники не будут тратить на вас время, они позвонят кому-то другому. Второй момент – это не вестись на так называемые скидки, на сезонные распродажи. И если таковые есть, то всегда есть практически у каждого крупного магазина свой официальный сайт. Проверяйте, смотрите. И лучше лишний раз ходить ногами, посмотреть живую, так сказать, пощупать. В общем, вот в этой предновогодней эйфории все-таки сохранять внимательность и бдительность. Но вот если все-таки произошло так, что попался и стал жертвой мошенников, что в таких случаях можно предпринять? В первую очередь необходимо обратиться в банк, со счета которого у вас были списаны денежные средства. Есть ли шансы, что они тогда вернутся? Почему это необходимо сделать? Если вы своевременно проинформируете банк, если мошенники не успели обналичить эти денежные средства, в некоторых случаях успевают эти денежные средства заморозить и в последующем вернуть. Вторым ключевым моментом, да, это обратиться в органы внутренних дел, ближайшие к вам, можно на сайт, и написать заявление о ослуштившемся. То есть, ну, дальше уже наша работа. Спасибо за полезную информацию. Поздравляем вас с наступающими праздниками. У вас так же, Белгородцы тоже. Спасибо.